Всем привет, ребят. Это, как всегда, мы, Сергей и Артемий. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас на нашем дайджесте. Начнем мы вот с чего, ребят. Мы подумали, вы просите больше контента. Этого не будет. А почему? Да, этого не будет. А чтобы это было, значит, нужно больше людей в команду брать. Нужно больше зарплат платить. Мы решили, что мы откроем бусти, потому что вы захотите, вы поможете. Не захотите, не поможете. Никакого отдельного контента не будет, разводил его, что купите, иначе ничего не увидите. Вы по-любому ничего не увидите, как бы надо это понимать. Да, мы вот все 800 рублей, что от вас получим, просто их растранжирим. Но если серьезно, то оставляем это на ваш выбор. Если вам нравится наш контент, можете закидывать, подписываться. Оставим даже мега подписки для мега шейхов какие-нибудь, для олигархов. На ваше усмотрение, все карты вам в руки. Ну, на самом деле, если ничего там не будет, то следующий этап это онли-фанс, конечно, завести. Современно. Поэтому, чтобы этого не видеть, выгоднее как бы донатить на бусти. Но на самом деле, это вообще трехходовочка. Просто нам поступают постоянно предложения продать, сами понимаете что, и рекламировать китайские машины постоянно, просто не умолкая, как другие блогеры. Чтобы узаконить эту тему, как бы мы сначала вам предложим, типа, ну, пацаны, скиньтесь. И когда вы не скинетесь, мы скажем, ну, нам же надо что-то делать, рекламу там проводить в канале. И будем рассказывать вам про Лисян. Сильное заявление. Кстати, один из лучших автомобилей на рынке. В общем, подписывайтесь на бусти, давайте нам денег. Иначе будет реклама. И реклама в любом случае будет. Только сколько ее будет, будете решать вы. Еще организационный моментик. Дружище бросок в облы я определился с маленьким презентом. Это автобиография Феррари Энзо, великого и ужасного, которую он сам про себя написал, про свою жизнь, про становление компании. Интересная вещь, атмосферная такая. Там же все перелюбилось в этом итальянском автоспорте. И такая модель гоночной машины победителя Карлоса Сайнса. Единственного, кто побеждает Макса Ферстаппина пока что. Когда у того ломается машина. Да. Ждем ваши комментарии, что мы не шарим в формуле. Как всегда. Бросок в облы. Это тот человек, который выиграл в новогоднем конкурсе. Он все еще с нами не связался. Если ты тут на связи. Дружище, появись. Месяц у тебя есть. Если нет, то мы придумаем, кому отдать. Я заберу. Ладно. Напиши еще раз мне в секретной сети, в личку. Вот здесь где-нибудь графика появится, куда и чего. Давайте перейдем к новостям. Так, ребят. Ну, естественно, каждый выпуск мы начинаем с каких-то премьер. И в этот раз премьеры вызывают очень спорные чувства. И у нас на первом плане лидер по премьерам в количестве, но не в качестве. Это Mercedes-Benz. А точнее уже просто Mercedes-AMG. Почему? Потому что представлены две недоверсии AMG. Почему недоверсии? Потому что мы будем говорить о Mercedes-AMG E53 и Mercedes-AMG GT 43. Ну, давай по порядку. Сначала более массовый автомобиль E-класс. Более востребованный, потому что это ешечка AMG. Туда можно сесть много народу. Сесть с друзьями со всеми и прохватить по проспектам. Показать красиво. Да. Ну, вот у меня язык не поворачиваешься назвать полноценным AMG. Почему? Потому что как вот M Performance мы сначала ха-ха ловили сегодня. Потом AMG этим заразился. 53 мы, естественно, все надеемся. И вроде бы как это не топ линейки. Это вроде бы такая версия, когда ты хочешь типа быть спортивным. Либо у тебя денег не хватает. Ну, типа ничего не вышло. Да, но ты не спортивный. И в общем, что меня как бы не то, что смутило, на что я обратил внимание. Хотя это и смутило по правде. У новой E-шки 53 AMG 6 цилиндров будет. Мы это все уже знали. До этого в чем отличие? Теперь ДВС нам дает 449 лошадиных сил. А электромотор целых 163 лошадиные силы. Понимаете? То есть у нас доля электролошадей. Уже все дает. Уже увеличивается. Получается 585 плюс, опять же, еще одна болезнь электричек. Спецкнопка, которая увеличивает мощность на момент лаунч-контрола. Будет 612 сил, но как бы на несколько секунд. В итоге получается, что у нас по правде машина мощностью 450 сил. Не сказать, что мало. Но если мы подумаем, что у нас 163 силы идет от электромотора. Причем обещают, что на электротяге можно проехать 100 километров. А массу не говорят. Это получается, что у нас машина опять какая? Тяжелая. Одну и ту же песню пою каждый выпуск. Сейчас перейдем к повторению правил Буравчика. Да. В чем проблема? То, что это не настоящая МГ. Ну да, вот у нас два недо-АМГ, как ты выразился, подряд. И я считаю, что АМГ промахнулась с этой стратегией выпуска других циферок. Да, там 53 или там... 43. Не дай бог, 43, да. Потому что эти машины не стали АМГ. Их хозяева знают, что у них не АМГ. Поэтому если вы видите АМГ 43, скорее всего, он летит просто как сумасшедший. Попердывая этим беспонтовым там попкорном от двух литров или я не знаю сколько там, два литра там. Два с половиной гигантский двигатель. Три цилиндра и вот это вот все, чтобы доказать, что у него АМГ, понимаете? И пока он в остановку как бы не въедет, он не угомонится. Но АМГ он от этого не станет. А хозяевам 63 как бы западло, что по сути с ними на одну ступень с их могучим V8 там ставят какого-то четырехциндрового там пары. В принципе, BMW чуть покрасивее это сделала, да. У них есть M5 и есть еще там M какие-то модели. Они чуть-чуть разделили. А лучше всех, вот уж не ожидал, что буду халить Audi. Сделали Audi, то есть есть RS конкретные пацаны как бы, а есть S для тех, кому достаточно. Никто никому не пытается как бы подражать и прыгнуть выше головы. Это честно и красиво, мне кажется. А это какой-то это бодипозитив. Я не жирный, у меня кость широкая. Причем и в прямом, и в переносном смысле, если мы учитываем вес новой Ешки. Ты обратил внимание на количество цилиндров, и тут получается еще один вопрос возникает. Мы еще не знаем, каким будет Е63, но мы уже не раз вспоминали и говорили, что слухи все приводят к тому, что новая Ешка 63 будет шестью котлами обладать, а не восемью. И что происходит? Как мы будем разделять Е53 и Е63, если и там, и там будет шесть цилиндров? Будет больше электромоторов? Как это будет работать? Может, турбин будет больше, а может, реально электроблок будет больше. И будет давать не 160 сил, а 350. Ну, как будто бы, знаешь, я к чему веду? Что вот в прошлом поколении все равно, да, как бы ты ни кичился 53-м, да, ты прекрасно внутри понимал, что у тебя... Ну, тебе космос, да, 63. Да, ты понимал, что там в 8 4 литра, уже не 6,2, может, пофигу, да, но 4 литра 8. А у тебя здесь шесть цилиндров. Ну, наверняка, конечно, да, мы немножко, да, как черно-белым размышляем, что если будет Ешка 63, там какой-нибудь другой блок будет, траля-ля-топаля, вся начинка другая. Но все равно это будет шесть цилиндров. Ну, может быть, это как компенсируют красными полосками. Совсем другая картина масла. Кстати, да, они это умеют. Возможно, да, они количество значков стрингов добавят на фонарях больше будет. Уже хочу. Но это лиха беда начала. У нас тут еще ожидает рассказ о себе МГ-ГТ-43. И вот тут вот барабанный дробь. Все печально. Почему все печально? У нас даже редакторы наши интересную новость начитают, да, с таким подковыркой. Ура! Новый МГ-ГТ, мы вот его хаяли, что он тяжелый. Его сделали на 200 килограммов легче. Но есть подвох. Выкинули кое-что нужное. Цилиндры в движке. Ну, расскажешь? Да, я могу прочитать. Выкинули четыре цилиндра из восьми. И, ну, полный привод. Туда ему и дорога как бы. Ну, и, соответственно, вот у нас получился четырехцилиндровый МГ-ГТ. То есть, сколько было разговоров, является ли он достойным приемлемником МГ-ГТ прошлого. Теперь, я думаю, поставлена жирная точка и никаких разговоров быть не может. И опять вот эта травма производителей, которые хотят и в масс-сегмент, и в лохари как бы заскочить. Да, они получаются. Потому что, понимаете, вы покупаете Феррари, вы точно знаете, что она стоит там 500 тысяч долларов. Вот значит, она столько стоит. А тут вы купили, пошли МГ-ГТ 63 как бы. Он стоит там, я не знаю. 200 тысяч баксов с лишним. Ну, побольше, наверное, даже. Ну, допустим, да. А потом раз там вы генеральный директор, приезжать на парковку, а там младший менеджер приезжает на таком же, только там чуть-чуть шить другой. А он купил за 100. И вам будет неприятно как бы. Это так неожиданно. Неприятно. Да. Нужно что-то одно выбирать, Мерседес. Или погоню за бабками, и тут мы возьмем, и тут мы возьмем. Или как бы статус. Бабки, бабки, сука, бабки. Вот очень, конечно, интересно перебываться в течение времени. Потому что в 10-е годы, когда был, например, 212-й кузов, там, 221-й S-класс, я был не то, что фанатом, оголделом, но мне как-то Мерседес больше вызывал уважение, восхищение, чем BMW. Потом меняется время, да, и вот сейчас есть какая-нибудь M5 F90, которая, правда, непонятно, что поменяется. Новая семерка, да, новый S-класс крутой, но революцию он не произвел как 222-й. И как будто бы вот с такими моделями Мерседес себя что ли обесценивает. Хороший ход, чтобы у нас BMW и стринговоды как бы бились в комментариях. А, ну вот напишите, что вы думаете, кто сейчас лидирует. Воображаю, что сейчас будет. А знаете, что я и что хотел обратить внимание? Вот ты говоришь, и он покупает младший менеджер, интересно, конечно, младший менеджер, который за 100 тысяч баксов покупает Мерс. Спалился от качек. У меня проблемы. Я не умею мало зарабатывать, а много всегда хатартизма приводит. Но прикол не в этом. Суть в чем? Здесь 4 цилиндра в МГГТ-43. У него 400 сил мотор, есть мягкий гибрид, вот этот младший гибрид, который 14 лошадиных сил. Это стартер-генератор, который висит там на коробке. Вопрос не в этом. Вопрос, что при том, при всем, они хотят за эту машину в районе 130-150 тысяч долларов. Плюс какие-нибудь опции-шмопции. Старший менеджер. Да, это минимум старший менеджер, а то и советник какой-то. Вы просто вдумайтесь. Я для интереса вот только что открыл цены в США на Jaguar F-Type. Автомобиль, казалось бы, вот сейчас чем-то похожий. Хотя даже какое-то купе двухместное, более эксклюзивное, может, что ли. Так вот, F-Type, самая дорогая версия с V8 570 сил, 116 тысяч долларов ночная цена. А здесь четыре цилиндра за вот это вот странное создание от 130 тысяч баксов. Мерседес. Это еще! Вы представляете, какую пропасть? То есть это российскими деньгами измерять, да, рублями. Ну, то есть, образно говоря, это машина в районе 911-х. То есть это не просто обман, это кидалово, вас кинули. Сережа, кинули, как лохов последний. Я считаю, что вот они целятся. Если помните, был такой непонятный родстер SLK, например. Не туда и не сюда, и вот у него была версия, например, там 55 МГ. А, да-да, прикольно было, смешной такой. Смешной, но здесь в грустной версии, потому что кто будет покупать такой автомобиль? Ну, вот в моем понимании, да, исправьте меня, если я ошибаюсь, это будет человек, который вообще не разбирается в машинах. Либо это там любовница какая-то, да, которую просто красивое купе подарили, и она не понимает, что у нее под капотом. Либо это вот как раз человек, который хочет всем рассказывать, что у него АМГ, он ни черта не умеет ездить, и он боится, хотя тогда задний привод, да, еще страшнее. И вот он будет кичиться брюком АМГ, дофига денег вывалить за то, что у него дизайн типа купешки с V8, там, 600-сильным. А по правде нет. Ты сказал, куда они целятся? Я подумал, что они целятся в этот Dodge Charger шестицилиндровый, трехлитровый. Ну, да, да, Экобуст, Форд, Мустанг и вот это все, да? Ну, правда, там хотя бы шесть цилиндров, а здесь четыре. Четыре, да, вот четыре, ребят. Ну, после C-шки 63-я опять мои любимые, как бы неудивительно, что они теперь везде суют четыре цилиндра. Ну, они наделали моторов для нее, а... Не продается. Не продается, да. В общем, вот так вот Мерс нас очень порадовал, в кавычках. Что думаете, куда катится подразделение АМГ? Наверх или вниз? Мне кажется, куда-то в пропасть. Извинись, скажи. Не буду ничего... Извиняться не буду. Но есть и все-таки хорошие модели в линейке Мерседеса. Ну, и там есть новости хорошие и плохие. Я хочу поговорить о гелике, о рестайлинге G-класса. Да, и я вот скажу, что в наших новостях и в некоторых еще, он заглавлен так. Новый гелик сохранил V8. Это, знаете, стакан наполовину пустый, наполовину полон. Потому что, на мой взгляд, он потерял V8. Вот что все восприняли, это что он сохранил. И такая радость. Это уже говорит о том, как низко мы пали, что мы привыкли к этому уменьшению моторов, цилиндров. И так возрадовались. Типа он сохранил. А G500, цифра 500, она большая. Как бы и эта машина большая, солидная. И это всегда была, ну, прикольная, хорошая машина. Особенно, если там чуть-чуть поставить АМГ-выхлоп. Он очень классно булькал, как бы приятно ехал. И не обладал этой жесткостью. Ну, не нужной, на самом деле, для гелика. Не был таким абсурдом, как 63. Был классной машиной для жизни. И у него забрали V8. Зачем? Почему? Более того, он называется еще G550. С трехлитровым, естественно, штицилиндровым двигателем. Ну, это не очень круто. Из плюсов, что камуфляж, помните, мы показывали машину с тремя жабрами в воздухозаборниках боковых на бампере. Оказалось, что она такая есть. Других изменений фактически нет по внешке. Жабры эти не такие страшные, как могли бы быть. Камуфляжи, да, выглядело, как будто намного они больше были какие-то под наклоном. Вот на фотках выглядит вполне нормально. Затащили пару опций таких супервнедорожных. Типа смотреть, что там под днищем машины. Ну, очень актуально, естественно, для 63-го максимум. Вот знаете, вот эти полукруги стоят кое-где, чтобы машины не парковали. Да-да-да. Чтобы на них, да, запрыгивайте. Ой. Ой, боже. Удобная опция. Около кофемани где-нибудь, да, припарковаться не поправил. Пресс-релизах почему-то не встречал, но фанаты, разглядывая новый салон, обратили внимание, что по центру еще одна колонка появилась. То есть какой-то бурмистер стал более продвинутым. Но на самом деле звук в геликах отвратительный из-за того, что он такой квадратный. Там стекла все отражают, поэтому музыка там играет очень плохо, но зато красивая. Вот я уверен, что есть какой-то сектанский круг, кто хочет нас отлюбить, чтобы мы перестали любить ДВС-автомобили. Во всех новостях я и зарубежные читал, и наши. Про новый гелик две трети статьи. Это то, какой там новый цифровой кокпит. Очень важно. Да, причем даже не про прозрачный вот этот капот. Ты можешь посмотреть, что под нищим автомобилем. А именно рассказывают, что там много новых настроек, там цветовые схемы в этой мультимедии. Какой-то новый Windows рассказывают. Да, и это гелик. То есть он все равно навсегда просто отстал от машин, извините, китайских. Куда ты садишься, и просто там телевизор один, как в Романов Синего примерно. Вот он отсюда, и вон до туда ты можешь приложение разное поставить, там что-то делать, я не знаю, там 3D смотреть, жестами управлять, понимаете? Ну, гелику это зачем? Это как в С-классе, например, хвастаться, что у вас в новом С-классе теперь 3D цифровая панель. Ой, так же и сделали они. Да, это как, вот есть дед-профессор, его любят за то, что он умные вещи как бы толкает. А ему имиджмейкеры говорят, слушай, ну, давай ты будешь брейк танцевать и материться. Ну, ты сейчас себя показываешь, как настоящий скуф и олд, когда ты говоришь брейк танцевать. Я не знаю, что сейчас танцовать. Тик-токи записывать хотя бы сказал. Базару нет, я и себя имел вижу под этим дедом как бы. Ну, в общем, да, грустно это. Есть негрустные новости. Чуть-чуть о спорткарах поговорим. Представили Артуру Спайдер. Фишка Макларенов какая, они на карбоновой монококе, это позволяет что сделать? Сделать Спайдер-версию без большой потери, да, какой-то жесткости кузова. И без увеличения массы. Без увеличения массы, ну, Макларен хвастается тем, что они легкие. Вот купе Артура, я и в тест-драйве это рассказывал, они говорят, что они на 150 килограммов легче конкурентов. И они пальцем тыкают по правде на движению шестую. Хотя, опять же, я считаю, что они конкуренты. Но Спайдер-версия с открытым верхом, во-первых, крыша жесткая, но, несмотря на это, всего лишь 60 килограммов сверху. И получается вес 1560 килограммов. В принципе, это не мало, но и немного по современным меркам для гибрида. В мере убеденный мужчина. Но на что мы, Серега, обратили внимание, это то, как Маклареновцы хитро поступают. Это впервые было использовано еще в МП-4, когда изначальная модель была 570, по-моему, общей силы, первый-первый год. Потом 590, и потом, если я не ошибаюсь, сделали 625. Естественно, человеку, который купил первую модель, первую версию, 507 сил, должно быть обидно, что у него на 50 лошадиных сил меньше. Но что они сделали, что можно приехать в дилерский центр, вам там что-то поменяют, прошивку, быть может какие-то запчасти. И вы обновляете свою машину. Так вот, в чем фишка? В Спайдере она 20 сил больше, чем в купе. 700 лошадиных сил. Но теперь все обладатели купе могут приехать к дилеру и получить халявный буст. Совершенно бесплатно, да. Так же, как и СМП-4 было, когда его на ходу доводили, как бы, настройки двигателя. Можно было приехать бесплатно и получить более мощную машину. И знаю не понаслышке, что владельцы Феррари завидовали немножко в тот момент. Нет, Феррари очень хитро поступает. Они просто каждый рестайлинг делают как будто новую модель. Вот есть 488-я, мы новые бампера повесим, чуть-чуть обновим, скажем, что это полностью новый F8. Хотя мы понимаем, что, да, там, ну, естественно, запчасти есть новые, но это рестайлинг. Большой, но рестайлинг. Вот такие вот хитрецы. Как говорится, хочешь жить, умей вертиться. Что сказать про этот автомобиль? На 60 килограммов он больше всего лишь. Естественно, как бы, быстрый. 8,4 до 200, они говорят. Поверьте, в реальном мире вот эти цифры, может быть, в споре, там, где-нибудь за чашечкой кофе где-нибудь, они уместны. Но в реальности вам этого будет более чем достаточно. Не знаю, будут в Москве, интересно. Вот 296-й уже, несмотря на все проблемы, там, политические и так далее, логистические, их привозят. Артур я еще не видел в Москве. Я уверен, что завезут. Грейт завез МЦ-20, хотя такая спорная для Москвы машина, как ее здесь продавать, с учетом того, что у ней маловато мощности. Да, все же на циферке у нас фапают. Да, и довольно простой салон, и бренд попроще, чем другие. Но везут, значит, купят. Я думаю, люди рынок знают. Как бы и Артура привезут в 100%. Ну, будем ждать, потому что машина, хоть и Серега скажет, похожа на все остальные, но все равно красивая. И это лучше, чем МГГТ-43. Золотые слова, Юрий Венедиктович. Раз уж мы начали говорить о суперкарах, у нас в этом году ждет ряд премьер, и очень даже интересных. Слюни пускаем. Именно как, наверное, как ребенок, там, у него плакат у нас был там, Ламборгини Диабло какого-нибудь. Вот сейчас такой ребенок внутренний, он очень радуется. В этом году должны представить много крутых тачек. Это новый гиперкар от McLaren, который будет наследником P1. Там будет гибридный V8. Также у нас ожидается гиперкар от Ferrari. То есть, да, у нас очередная большая битва намечается. И помимо этого, наверное, среди богачей есть разная ранжировка. Вот мега богачи, они будут ждать гиперкар, но есть чуть-чуть более, скажем так, доступный автомобиль. Хотя в реальности, конечно, он будет там стоить 600-700 тысяч баксов, я не знаю. Это последователь семейства V12, перенемоторных только, ну или среднеперенемоторных, да, это... Новая модель. Наследник 812. Да, и это не рестайлинг, как Тема упоминал, как бывает у Ferrari, как шаг было в 12-812. Это именно новая большая как бы премьера. Разница между 812 и ней должна быть такая же, как между 599 и F12, а это пропасть. Подождем, что сделает Ferrari. Ну, на самом деле, глядя, как F8 превратилась в 296, видно, что задел у них есть. Да, главное, чтобы они все-таки брали в основу не примеры с F90. И вот как бы что надежду вселяет, то, что McLaren информацией, которые нас кормят, они говорят, что гибридная установка вот в новом гиперкаре, она будет на 70% легче той, которая используется в Артуре. То есть это будет гибрид не ради там гибрида и циферок, а именно которая просто, она просто будет... Да, ну о чем-то говорит он. Не может быть весить на 70% легче, но работать так же. Соответственно, он будет либо меньше по силам, либо меньше пробег обеспечивать. И очевидно, что значит основную ставку в автомобиле сделают на двигатель внутреннего сгорания. И чтобы конкурировать с современными электричками по динамике, а гиперкар это гиперкар, он должен уделывать всех. Это должно быть что-то выдающееся. И мотор, и вес должен быть удержан. Касательно вот гиперкара от Ferry, он 100% тоже будет гибридным. Почему? Потому что на вот этих мулах камуфлированных, которые ездят, у них везде значок вот этот электричество. То есть это 100% гибридная машина обязательно. А вот что касается наследника 812, скорее гибрид, но не совсем ясно. Я верю в чудо. С Пуросангом я не верил, я казался, или нет, наоборот, значит, надо не верить. В общем, я не верю, что наследник 812 будет не гибрид. А по правде я так говорю, чтобы по правде он оказался не гибридом. Посмотрим. Ждем. Если вы тоже запутались, то знайте, что что бы не было, он потом сделает вставку, что я же говорил. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И раз уж мы начали обсуждать тему пересечения гиперкаров и суперкаров и электричества, дал небольшое интервью. Ты. Кого? Бенедетта Винья, это директор Феррари, и рассказал о том, что идут разработки полностью электрической машины, которую ожидают довольно скоро, чуть ли не в 25-м году. Но Феррари сосредоточилась на ощущениях, на эмоциях, на том, чтобы сохранить unique feeling, то есть особое ощущение, по которому ты сразу понимаешь, что ты за рулем Феррари, и ведя ее, получаешь соответствующие эмоции. Соответственно, они не будут делать электричку, да? Нет, сказали, сделают, но веселую. Привет, я электромобиль, езжу медленно и недалеко, а будешь на мне кататься, люди решат, что ты голубой. А не без нас, а не без нас. И в том числе много времени тратят на то, чтобы решить вопрос со звуком. Запатентовали там какой-то новый выхлоп для электромашин, не знаю уж что это. И трудятся над тем, чтобы у каждой машины был свой саунд сигнача, то есть своя звуковая подпись или сигнатура, как говорят военные, да, когда подводные лодки ищут. Ну, посмотрим, что получится. Надо сказать, что у Феррари очень консервативная клиентура. Очень, то есть из всех гиперкаров, наверное, самые, и суперкаров, и не как у Ламборгини, и не как у Макларена. Есть такое расхожее в последнее время выражение олдмани, то есть старые деньги. Так вот, олдмани это не тот, кто ходит в паленых лоропьяно как бы по Патрикам, зад-вперед как бы, и в бежевом кардигане как бы. А это те, кто предпочитает другим суперкарам в Ферраре как бы. Например, SF90 им не зашла. Если в целом на модели сохраняется дефицит, очереди и так далее, то SF90 не могут продать. Хотя, казалось бы, такая выставка технологий, да, которая всем нужна. Тысяча сил. Тысяча сил и агрессивный дизайн, и полный привод, и как она до ста стреляет, то есть, ну, все при ней просто. А вот клиентуре в Ферраре это не заходит, поэтому задача перед ними, ну, действительно, нетривиальная. И в том смысле, что они флагман. ДВС? Да, спорткаров. И что всегда даже Энсо говорил, что покупая Ферраре, ты покупаешь мотор прежде всего, а все остальное бесплатно тебе достается, как довесок. И это клиентура капризная, которым подавай все как было, там чуть ли не на лошадях давай ездить. А вот теперь надо как-то в это все встроить электричку. Ну, посмотрим, держим пальцы за этих ребят. Не знаю, что ты там держишь, ты, мне кажется, опять субъективен к Ферраре. Блин, такая же история помойка, вот что мы слушали от Доджи, от Порши, от Тайкана. Мы сделали, блин, ну это все равно будет электричка. Я пока есть возможность, все равно буду крайне негативно настроен, тем более, когда мы говорим о Ферраре. Да, мы ничего никогда другого про электрички хорошего и не говорили. Я говорю, что может хоть у них получится, ни у кого пока не получилось, тут вопросов нет. Ну ладно, будем верить, но я не верю. Ну, наверное, на этом все, мне кажется, очень такое, немного новостей, но насыщенных было в этом выпуске. Спасибо, что нас смотрели, спасибо, что вы пишете комментарии. Даже если вы там критикуете, кто-то из нас оговорился, пишите, нам приятно. Главное, без оскорблений, иначе мы вас забаним, ладно. Больше никогда не заходишь на мой аккаунт, либо я звоню маме. Пишите, общайтесь, мы хотим вот эту ламповую атмосферу не растерять. Это был Сергей и Артемий. До новых встреч. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok